Генетика. Так ли она важна на самом деле? Разберемся в этом видео. Система самототипирования Шелдона. Краткое описание. Система самототипирования Уильяма Шелдона разделяет людей на три основных типа телосложения. Это эндоморф, мезоморф и эктоморф. Он использовал банальную систему от 1 до 7 для количественной оценки каждого компонента. Вот краткое описание чистых форм каждого самототипа. Чистый эндоморф 7-1-1. Форма шарообразная. Особенности круглая голова, большой живот, вялые руки и ноги. Избыточное жиротложение. Чистый мезоморф 1-7-1. Форма скалистая. Особенности массивная кубическая голова, широкие плечи и грудная клетка. Мускулистые руки и ноги. Минимальное количество подкожного жира. Чистый эктоморф 1-1-7. Форма вытянутой. Особенности. Худое вытянутое лицо, высокий лоб, узкая грудная клетка и живот. Отсутствие подкожного жира. Неразвитая мускулатура. Большинство людей имеют самототипы, выраженные в разной степени для каждого компонента. Например, 3-4-4, 4-3-3 или 3-5-2. Шелдон также учитывал дисплазию, когда части тела могут относиться к разным самототипам. Интересно, что Шелдон рассматривал самототип как неизменный в течение жизни. Несмотря на изменения внешнего вида тела, его исследования включали антропологические измерения, позволяющие прогнозировать вес индивида в разные периоды жизни, в зависимости от роста и самототипа. То есть генетика каждого самототипа имеет свои плюсы и минусы в зависимости от вида спорта и целей. Эндоморфам тяжело сбрасывать вес и топить жир, но зато они легко набирают массу. Эктоморфам легче сбрасывать вес, но тяжело набирать массу мало жира. Мезоморфы же могут как сбрасывать вес, быстро так его и набирать. Система самототипирования Шелдона, хотя имела свою значимость в антропологических исследованиях и антропометрии, стало сталкиваться с вызовами, особенно в свете развития культуризма. В 60-е годы появились тела с такими параметрами, которые не вписывались в классические рамки самототипов. Специальные системы тренировок, новые продукты питания, включая белки, энергетические, свободные аминокислоты, дали возможность менять самототип и поддерживать его в измененном виде. Таким образом, концепция неизменных самототипов Шелдона начала терять свою актуальность. Так что, неважно какого вы самототипа, правильное питание, бады и усиленные тренировки могут помочь вам в любом виде спорта, не в зависимости от самототипа. Теперь поговорим о пауэрлифтинге. Посмотрите на этих детей. Кайл Кейн мог поднять 140 кг в свои 12 лет. Пресед у него был 272 кг. Жим 91 кг. Это что за шокирующие данные. Ричард Сандрак. В 6 лет жал от груди 82 кг. Вы представляете, в 6 лет. Андрей Косташ. Начал качаться в 5 лет. За 2 часа сделал 4000 отжиманий. И огорчился, потому что он стремился к 6000. Ну да, конечно. Это просто Лиэм Кукстра, который родился уже накачанным ребенком. Но что же их всех объединяет? Это отсутствие белка миостатина. Миостатин также известный как фактор роста дифференцировки 8. Белок, который подавляет рост и дифференцировку мышечной ткани, образуется в мышцах, мышцах животных, затем выделяется в кровь, оказывая свое действие на мышцы за счет связывания с рецепторами. У человека миостатин закодирован в гене МСТН. Миостатин активен в мышцах, используемых для движения, скелетные мышцы до и после рождения. Это обычно ограничивает рост мышц, гарантируя, что мышцы не становятся слишком большими. Мутации, которые уменьшают производство миостатина, приводят к чрезмерно быстрому росту мышечной ткани. Люди с мутацией в обеих копиях гена МСТН и мазиготы имеют значительное увеличение мышечной массы и силу. У людей с мутацией в одной копии гена МСТН и гетерозигот также увеличение мышечной массы, но в меньшей степени. Получается так, что твой дружок, который ходит уже месяц и вырос настолько, насколько ты вырос за год, либо же он фарму в жопу ставит, крестостерончик, пропионатик, анонтатик, крембалончик, либо уже у него синтез миостатином настолько уменьшен, что мышечная ткань разрастается мгновенно при небольших нагрузках. Теперь приведу исследования, доказывающие, что это не брехня какая-то с миостатином, а реальные доказательства этого белка и реальные случаи. Здоровая женщина, бывшая профессиональная спортсменка, родила сына после нормальной беременности. Личность отца ребенка не раскрывается. Стимул индивидуального миоклонус развился через несколько часов после рождения, и ребенок был госпитализирован в неонатальную палату для обследования. Он выглядел чрезвычайно мушкулистым, с выступающими мышцами на бедрах и верхних частях рук, за исключением повышенных сухожидных рефлексов. Физиологические обследования были нормальными. Гипогликемия и повышенный уровень тестостерона, инсулиноподобного, были исключены. Мышечная гипертрофия была подтверждена с помощью ультрасонографии в возрасте 6 дней. Топлерография, доплер и электрокардиография, проведенные вскоре после рождения, в следующем каждые полгода были стабильны и нормальными. То есть ребенок родился нормальным, здоровым, аношенным, со всеми гормонами в порядке, кроме миостатина. Это исследование доказывает то, что отсутствие миостатина вызывает гипертрофию мышц, даже в таком раннем возрасте. Генетика имеет очень важную роль в любом виде спорта. Генетически одаренным людям легче достигать высот в спорте. Упорный труд, спортивное питание, жесткие тренировки помогут с легкостью превзойти даже самого генетически одаренного человека. Так что тренируемся, не сдаемся, у всех все получится. У меня все, всем спасибо за просмотр, всем пока.